Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастической драмы 2016 года «За гранью», в которой учёные наконец достигли края нашей Вселенной и были шокированы от увиденного. На космическом корабле срабатывает сигнал тревоги из-за начавшегося пожара. Двое космонавтов ссорятся, а один из них резко хватает плоскогубцы. Звездолёт в этот момент излучает слепящий яркий свет. Тем временем на другом корабле ровно в 6 утра просыпается полковник Гарольд Ричардс и занимается ежедневной зарядкой. Его спутник-микробиолог Эйп Андерсон решает ещё немного поспать, а проснувшись пьёт кофе, перемешав его с алкоголем. После тренировки Гарольд идёт в лабораторию, где записывает данные в бортовой журнал. Осматривает улей с пчёлами, кормит электрического угря в аквариуме, после чего смотрит наружу в иллюминатор. Однако вокруг лишь кромешная тьма. Снаружи звездолёт пары точь-в-точь такой, как у космонавта из начала истории. Пока полковник выполняет ежедневные обязанности, его спутник лишь пьёт алкоголь, примеряет пару солнцезащитных очков и смотрит старые сериалы по телевизору. Гарольд считает, что они уже рядом со своей целью, на что Эйп скептически заявляет, что их корабль, наоборот, всё больше удаляется от неё. Следующим утром полковник снова принимается за ежедневную рутину, пока его товарищ дрыхнет в кровати. Гарольд случайно роняет свою ручку в аквариум и пытается её достать, при этом случайно погрузив в воду металлический солдатский жетон. Угорь касается жетона, из-за чего Гарольд получает мощный удар током, а питание на корабле отключается на несколько секунд. Эйп тут же просыпается и идёт в лабораторию, где с ужасом обнаруживает безжизненное тело спутника. Биолог в панике упаковывает тело военного в пакет и хочет выбросить в космос через отсек для мусора. Но никак не решается это сделать. Расстроенный Эйп идёт в командную рубку, где пытается узнать у центрального компьютера, как далеко они находятся от Земли. Но искусственный интеллект оказывается неспособным это просчитать. Биолог возвращается к мусорному отсеку, где ненадолго засыпает, а проснувшись случайно активирует рычаг, который выбрасывает в открытый космос тело его погибшего товарища. А Эйп с тоской смотрит на это со стороны. Совершенно потерянный биолог засыпает прямо на полу, а корабль в это время оказывается прямо в центре какой-то аномалии. Эйп приходит в себя от ярких вспышек и с удивлением видит за бортом огромный глаз существа, похожего на электрического ската, что заставляет мужчину в очередной раз напиться. Немного протрезвев, биолог пересматривает видеозапись, снятую на корабле несколько лет назад. Эйп рассказывает начальству с Земли о том, что эксперимент с медоносными пчёлами провалился, так как все насекомые погибли. Гарольд говорит, что у них сломался автомат для игры в пинбол. Эйп добавляет, что они приблизятся к своей цели, когда перестанут видеть звёзды, после чего видео заканчивается. Подавленный и расстроенный биолог хочет свести счёты с жизнью, мысленно попрощавшись со своей женой. Но в этот момент корабль начинает сильно трясти. Увидев яркий свет за бортом, мужчина надевает тёмные очки и подходит к иллюминатору. За 13 лет до этого на конференции профессор Уотерфорд рассказывает собравшимся о предстоящей космической экспедиции, в которой важную роль должен сыграть биолог Эйп Андерсон. Некоторые считают эту затею слишком рискованной, но профессор уверен, что она крайне важна для человечества. Следом выходит полковник Гарольд Ричардс, которому предстоит управлять звездолётом в этом путешествии. Пока космонавты проходят всевозможные тесты, профессор рассказывает собравшимся о своей теории мультивселенной, которая, по её мнению, гораздо сложнее, чем мы привыкли считать. А то, что находится за её границами, невозможно даже себе представить. Эйба настолько шокирует умозаключение профессора, что он неожиданно теряет сознание прямо в зале. Действие переносится на несколько лет вперёд, когда Гарольд и Эйб, вдохновлённые важной миссией, с удовольствием выполняют свои ежедневные обязанности. Однажды, когда биолог исследует пчёл, то замечает, что спутник собственноручно кормит электрического угря сардинами. Эйб объясняет полковнику, что угря нужно кормить только в автоматическом режиме. Но Гарольд продолжает кормить питомца вручную, несмотря на смертельный риск. Вечером биолог что-то рисует в своём блокноте, после чего наблюдает в иллюминатор за большим скоплением звёзд. На следующий день Эйб выбрасывает все сардины в мусорный отсек, чтобы спутник не рисковал своей жизнью. Биолог идёт в командную рубку, где удивляется тому, что полковник управляет звездолётом вручную, хотя с этим прекрасно справляется автопилот. Гарольд лишь отмахивается, а Эйб настойчиво лезет к панели управления кораблём, за что и получает от военного по лицу. Биолог лишь ухмыляется и уходит, а Гарольд всерьёз задумывается над тем, насколько бесполезны здесь его обязанности. На следующий день Гарольд вновь налетает на спутника за то, что тот выбросил в космос все сардины. Эйб снова улыбается. Тогда полковник хватает фото его жены и разрывает на две части. Глядя на испорченную фотографию, биолог слышит странные звуки с другой части корабля. Эйб идёт туда и с удивлением видит множество людей, которые приветствуют двух космонавтов из начала фильма, которые также отправляются к краю вселенной. Все присутствующие выпивают немного алкоголя, а Эйб присоединяется к ним, и вскоре у него появляется нехорошее пристрастие к алкоголю. В очередном флэшбеке Эйб обнаруживает, что несколько пчёл из улья погибли по неизвестной причине. Задумчивый биолог подходит к иллюминатору, чтобы полюбоваться на миллионы звёзд, окружающих корабль. Ежедневная рутина в космосе продолжается из года в год. Эйб ложится на диван и засыпает. Гарольд обнаруживает, что автоматическая кормушка для угря сломалась. Выглянув в иллюминатор, полковник понимает, что вокруг всё ещё полно звёзд, а проснувшийся под вечер Эйб сожалеет, что он не сделал сегодня ничего полезного. На следующий день биолог пытается починить автомат для пинбола, но путает провода и навсегда выводит аппарат из строя из-за короткого замыкания. А Гарольд открывает банку сардин, чтобы покормить угря. Вечером Эйб делает себе ожерелье и браслет, из ставших бесполезными проводов от пинбола, после чего обнаруживает в шкафчике фото жены, которое он никак не мог найти. История возвращается к самому началу путешествия. Космонавты бодро начинают очередной день на корабле, а Эйб с энтузиазмом ухаживает за ульем с пчёлами, после чего любуется в иллюминатор на яркое солнце и с грустью смотрит на фотографию супруги. Биолог идёт в рубку, где сообщает спутнику, что завтра он попробует собрать первый урожай мёда. А Гарольд говорит, что управление звездолётом довольно простое, несмотря на огромное количество рычагов и кнопок. В то же время с кораблём происходит что-то странное. Вечером Гарольд и Эйб увлечённо играют в пинбол, пока корабль пролетает неподалёку от огромного яркого небесного тела. Загадочные вспышки рядом со звездолётом продолжаются и на следующий день. Эйб находит рядом с иллюминатором Гарольда, который признаётся, что скучает по жене, и добавляет, что он отправился в миссию, чтобы обеспечить свою семью на всю жизнь. Эйб в ответ говорит, что он полетел к краю вселенной ради науки, так как это может стать самым грандиозным открытием в истории человечества. На следующий день, когда двое лакомятся космическим мёдом, Эйб достаёт фотографию своей жены и признаётся, что на самом деле он согласился на миссию после того, как супруга бросила его. От скуки биолог постоянно играет в пинбол, пока однажды автомат не даёт серьёзный избой. В тот же момент срабатывает тревога, из-за того, что пчёлы в улье начинают умирать по необъяснимой причине. Ночью Эйб никак не может уснуть, а когда он поворачивается на бок, в каюте каким-то образом появляются два космонавта из начала фильма. На следующий день, Гарольд с удивлением обнаруживает в блокноте спутника десятки рисунков с изображением своего безжизненного тела. Эйб заявляет, что объяснит всё позднее, а полковник решает, что биолог хочет убить его и налетает на мужчину с плоскогубцами. Эйб объясняет, что он каким-то образом смутно помнит смерть спутника от разряда электрического тока, так же, как он почувствовал предстоящую гибель пчёл. Гарольд не понимает, как это возможно, а мы видим несколько версий того, как погибает полковник в разных альтернативных вселенных. Эйб также видит это и говорит Гарольду, что, возможно, трагедия никогда не произойдёт, но по какой-то причине он это помнит. Параллельно с происходящим, двое космонавтов обсуждают между собой то же самое. Эйб показывает спутнику другие свои рисунки, в том числе яркие вспышки света в кромешной темноте. А полковник не верит, что его может убить какой-то угрь, после чего смело засовывает руку в аквариум и, конечно же, получает мощный электрический разряд. Эйб выглядывает в иллюминатор, но вокруг лишь кромешная тьма. Биолог безуспешно пытается распутать запутавшиеся провода и возвращается за плоскогубцами, которые оказываются воткнуты в грудь погибшего спутника. С помощью инструмента Эйб разрезает несколько проводов и тянет всю связку на себя, а корабль в этот момент начинает сильно трясти. Биолог бежит к иллюминатору, где видит, как корабль отклоняется от курса и врезается прямо во тьму, словно в стену, которая распадается на тысячи осколков и озаряет все вокруг ослепительным светом. Неожиданно Эйб оказывается дома. Он нажимает на перемотку, а затем выключает телевизор, понимая, что он уже видел это раньше. Мужчина бежит в сад, где с радостью встречает свою супругу. Неожиданно дома звонит телефон, и профессор Уеттерфорд сообщает хозяину, что вакансия на космическом корабле уже занята, а на фотографии в газете хозяин видит фото двух космонавтов из начала фильма. История переносится на звездолёт, где происходит серьёзный сбой. Один из космонавтов перерезает неверный провод, из-за чего происходит мощный взрыв, который мгновенно уничтожает корабль и погружает всё во тьму. На этом история заканчивается, а нам остаётся только догадываться, было ли всё это лишь плодом воображения Эйба, или он на самом деле открыл настоящую мультивселенную. Как вам фильм за гранью? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!